всем здравствуйте приветствую ваше внимание очередная техническая штучка от нас на этот раз это будет по и инжектор axis т8133 рассчитана на 30 ватт питания также очень часто используемся в практике этот инжектор очень принципе надежная вещь если двух исполнениях как внутреннее так и уличная внутренняя мы сейчас будем рассматривать и уличная ничем не отличается кроме самого исполнения ну честно говоря нам внутренним нравится больше так как он меньше по размерам и работает все-таки более стабильно комфортнее работать то ли мы как обычно посмотрим на упаковочку упакованы как обычно все у нас в стиле axis скотчек все модно все красиво при вскрытии мы видим опять же паспорт мануальчик на языках разных далее наш девайс который плохо достается отсюда видим наш девайс с его характеристиками и в комплекте идет вот такой вот кабель питания обычный это компьютерный кабель тут у нас что указано его маркировка 32 то же самое что на упаковке да да то что ты нам ничего нового тоже не рассказывают единственный момент когда создавать внимание этот инжектор очень не любит перегревов то есть максимум 40 50 градусов поэтому в наших широтах в кого-нибудь жарком кондиционном шкафу он может быстрее действовать это только в кондиционированном помещении там где крепление у него такие своеобразные то есть не каждый метис может под не подлезть а если вы хотите нормально повесить его шкаф на ту же день и потом не будет неудобно до подключения продюсера производится покупать дополнительные крепления еще от компании аксис который будет стоить также энное количество денег или мы видим разъемы подключения то есть вход выход питания то видимо индикатор до индикация работы его то что то что он работает у нас а так больше ничего коробочка такая вот вся не хрустит не люфтит ну считается этот как бы внутреннюю вещь для внутреннего использования если мы разберем более да не этот а также у нас внутри если мы разберем этот по инжектор то увидим что внутри находится банальный импульсный трансформатор цепи стабилизации для него и как видите судя по сборочке он явно делался не в швеции на похож на блок питания от ноутбука китайского скорее всего китайцы делают какой-то лицензии для компании аксис шведы особо не заморачиваются везде термоклей присутствует ну как бы некачественная сборка для швит данный девайс такой сборки мы так все смотрим на это все но он исполняет все свои там и наши потребности то есть полностью удовлетворят нас в работе все функции его которые заявлены то есть дата шиты они все 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 работают принципе 30 ватт если это какая-то и пиками не космическая то на любую камеру этого инжектора вполне хватит да но на большой робот который там уже с приближением то есть его уже маловато надо помощнее немножко там есть и 60 ватт если 90 ватт они разные есть этот данный девайс у работа отлично в комплекте которому перед этим видео было удлинитель аксис вот они вот вместе это дополняют друг друга то есть он питание воды то есть у вас коммутатор не поет он питание выдает вы там дальше удлиняйте уже линию связи которую можно уже удлинить как мы говорили ранее на 3 300 метров там ближе то есть 200 метров можно на этом все спасибо за внимание до свидания